Луганск уже 20 дней в блокаде. В городе нет света и связи. Поставки продовольствия и медикаментов также прекращены. Ненамного лучше ситуации в Донецке. Сильно повреждена коммунальная инфраструктура, разрушены дома, школы и магазины. Люди пытаются выехать, но с каждым днём сделать это сложнее. Но и выжить оставшимся сложно. Доставить в город продукты и лекарства – это практически подвиг. На этой неделе в зону АТО отправился гуманитарный рейс, организованный фондом Рината Ахметова развития Украины. Тысячи тонн с самого необходимого уже на полпути к людям. Сопровождала волонтёров Виктория Чистюхина. Гуманитарная катастрофа – страшная реальность для миллионов жителей Донбасса. Война не оставляет шанса никому. Без воды, еды и связи в Донецке и Луганске тысячи людей. Продуктов в зоне АТО ждут как манны небесной. И на этой неделе именно туда отправился самый масштабный гуманитарный рейс. По решению президента СКМ Рината Ахметова в операции поддержки населения задействованы 100 фур общей грузоподъёмностью в 2000 тонн. После нескольких дней погрузки в пятницу первая колонна из 60 машин выехала из Днепропетровска в Мариуполь. Чтобы доставить самую масштабную гуманитарную помощь из Днепропетровска в Мариуполь, 20-тонным фурам нужно преодолеть расстояние в 350 километров. Для обеспечения максимальной безопасности колонну сопровождают сотрудники ГАИ. Инспекторы нас заверили – никаких неожиданных препятствий возникнуть не должно. Никаких препятствий на самом деле не возникло. После долгого пути фуры заехали на базу, где их встречали представители ООН. Накануне специалисты из международной организации проверили все машины. Свидетельством того, что в машинах качественный продукт стала зелёная пломба. Основная задача, которая стоит здесь, это как можно быстрее его распасовать, для того, чтобы его возможно было доставить уже к конечному потребителю. Но потребителю в лице переселенцев пришлось ещё немного подождать. Перед отправкой груза всё содержимое рейса волонтёры должны поделить на 200 тысяч продуктовых наборов. В наборе самое необходимое – тушёнка, гречка, макароны. То, что как бы основные продукты питания, то, что без чего не могут люди. У волонтёра Владимира Сафронова в Донецке тётя. Пожилая женщина уже несколько месяцев живёт в подвале. Нет возможности просто выйти из магазина за продуктами. То, что осталось, какие-то закатки, хлеб сушёный, сушили заранее. То, что смогли взять когда-то, когда была возможность, и с тем питаются. Очень тяжело сейчас там с едой. Большинство из полутысячи расфасовывающих гуманитарку волонтёров – сотрудники металлургических комбинатов. А вот миссию доставки груза непосредственно в зону АТО взяла на себя госслужба по чрезвычайным ситуациям. Открытый вопрос – как без потерь доставить груз в Донецк и Луганск? Именно в областных центрах ситуация хуже всего. И не только с продовольствием. Когда закрыт магазин, когда люди не получили пенсию или не могут снять с банкомата, если даже она и пришла на карточку, то технически не могут это выполнить. Там нужно всё. Начиная от самого банальной туалетной бумаги и заканчивая, не знаю, продуктами питания. Опять же, это медикаменты, это продукты. Всё нужно людям. Сложность работы с помощью в Донецке действительно огромна. Волонтёр Энрике Менендес остался в Донецке, чтобы помогать людям, которым некуда бежать. Говорит, сегодня для доставки помощи просто не хватает людей. В городе Донецке, по данным городских властей, на данный момент осталось от 680 до 700 тысяч человек. Как будет выглядеть процесс раздачи продуктов, питания, медикаментов и прочих необходимых вещей такому количеству людей, никто пока не знает. Возможно, это будет сделано через территориальные центры. Возможно, нам придётся организовать новые структуры по раздаче с нуля на местах. Возможно, нам нужно просто разносить по домам. Мы, жители Донбасса, как никто понимаем, насколько это нужно. Что это не просто тушёнка или сгущёнка. Это и надежда на жизнь, и надежда на то, что у нас всё будет хорошо. И надежда на нашу победу. О важности помощи говорят все, кто чётко знает и понимает, что такое война. Мариуполь не так давно и сам был на грани гуманитарной катастрофы. Здесь ещё помнят, как из-за перестрелок попытка пройти по улице могла стоить жизни. К нуждам переселенцев из других городов области, а их уже более 6 тысяч, относятся с пониманием. Часть этих грузов останется у нас. Ну, я думаю, мы оставим, может быть, где-то одну четвёртую часть от того, что сейчас поступило. Объём и масштаб этой помощи просто огромный. И тут, я думаю, хватит теперь нам всем на ближайшее время, чтобы закрыть эту проблему. Я уже сейчас разрыдаюсь и всё, ничего не скажу. Ей тяжело не то, что говорить, а даже вспоминать. Лариса с 15-летней дочерью буквально сбежала от артобстрелов в Горловке. Говорит, война дала понять, сколь цена каждой рукопомощи, протянутой неравнодушными людьми. Спасибо большое Метинвесту, фонда Рената Ахметова за оказанную помощь. Это весьма существенная помощь для семей временных переселенцев. И просто греет душу, что небезразличны проблемы людей, другим людям. Многие из переселенцев не знают, куда идти дальше. С проживанием тоже проблемы. Спустя три месяца, с момента начала АТО, государство не в состоянии помочь всем переселенцам. А значит, даже если люди приедут, например, в Мариуполь, то крышу над головой здесь вряд ли предоставят. Очень подорожали квартиры. Многие люди не могут справиться с этим, потому что только приехали, у них, естественно, средств не хватает. Какие могут быть варианты, если у них жилья? Выкручиваются сами люди. Выкручиваться – это значит самим звонить, писать в разные организации. Дончанка Ирина, когда начали обстреливать ее район, обратилась в Фонд развития Украины. Благотворители помогли с проживанием на базе «Металлург» в Юрьевке. Но сейчас главное для Ирины – увидеть девятилетнего сына. Он уже два месяца не может выехать из города счастье. Сейчас открыли, есть автобус в Бердянск, в Старобельск, он стоит 350 гривен. То есть мне надо, мне нет таких, мне надо туда доехать. Со Старобельска 100 гривен до счастья доехать. И потом обратно уже вдвоем. То есть мне надо полторы тысячи, чтобы съездить, забрать ребенка. Ну там Украина, но из счастья стреляют. Постоянно слышны вот эти взрывы. Он уже мне в 9 лет отличает, стреляют где из градов, из гаубиц или еще из чего-то. Мы не хотим, чтобы наши дети сюда слышали. Фонд развития Украины уже вывез из зоны АТО больше 20 тысяч человек. Детей в основном, инвалидов, домов семейного типа, в безопасные места с размещением этих эвакуируемых жителей нашего города. Гуманитарный рейс отправится из Мариуполя дальше уже в ближайшие дни. В целом гуманитарный штаб планирует делегировать пять рейсов. Это убережет от голода миллион мирных людей, оказавшихся заложниками необъявленной войны. Виктория Чистюхина, Вячеслав Филюшкин, Владимир Конопля. События недели.